Нужно ли платить налог, если продаешь квартиру и сразу покупаешь новую? Часто возникает вопрос. С вами сегодня буду я, юрист-эксперт по недвижимости Евгений Карасакин. Жмите свои лайки и мы начинаем! Давайте рассмотрим ситуацию. Семья москвичей решила продать свою квартиру и купить другую, побольше. Вот только жилплощадь в собственности молодых людей не так давно, значит надо платить налог, а это миллион с лишним рублей. Молодые люди где-то слышали, что если продать квартиру и тут же купить новую, то подоходный налог платить не нужно. Итак, при решении вопросов о налогах при сделке с недвижимостью не стоит полагаться на рекомендации на форумах, поскольку налоговая инспекция при начислении сумм налога НДФЛ руководствуется иными источниками. Это статьи 217 и 217.1 Налогового кодекса. Именно так можно посчитать, в каких случаях имущество не подлежит налогообложению и какие сроки владения недвижимостью при этом учитываются. От уплаты налога при продаже недвижимости по закону освобождены граждане, владеющие недвижимостью 5 и более лет. Если жилплощадь получена по наследству или в рамках ренты либо подарена, либо приватизирована, тогда не платить налог можно уже после 3 лет владения недвижимостью. В тех случаях, когда срок владения квартирой меньше срока освобождения от налога, можно применить налоговый вычет. Налоговый вычет можно применить так, что налог с продажи квартиры не возникает. При этом многие неверно полагают, что если продать квартиру за цену ниже цены покупаемой или равную, то налог платить не нужно. Можно существенно снизить налог с продажи квартиры, если она продана в том же году, в котором куплено другое жилье, и применить два вида налоговых вычетов. Стандартный до 1 млн. рублей и максимальный налоговый вычет до 2 млн. рублей с покупки второй квартиры. С оставшейся суммы нужно высчитать налог. Если же квартира приобретена в ипотеку, то можно применить еще и налоговый вычет на сумму уплаченных процентов, но не более 3 млн. рублей. Продажа и покупка жилья в одном налоговом периоде, то есть в одном календарном году, дает возможность существенно снизить сумму налога, а исходя из суммы купли-продажи, свести налог к нулю. Нужно помнить, что таким двойным вычетом можно воспользоваться, если эти сделки совершаются в одном календарном году, а имущественный вычет с покупки ранее не использовался, или использовался частично. Приведу пример. Гражданин продает квартиру за 5 млн. рублей. Налог, который он должен заплатить, составляет 650 тыс. Применяем стандартный имущественный вычет, и налог составит 520 тыс. рублей. Продажа состоялась в том же году, что и приобретение новой квартиры. Применяем налоговый вычет с покупки, и налог составит 260 тыс. рублей. Налоговый вычет в размере до 1 млн. применяется многократно, но не чаще одного раза в год. Для владельцев единственного жилья предусмотрено некоторое послабление при учете сроков, так как в большинстве случаев одно жилье продается, а другое покупается. При этом альтернативное жилье может быть приобретено до продажи старого, и формально продаваемое жилье уже не будет единственным. Но если альтернативный вариант приобретен не более чем за 90 дней до регистрации права, на покупателя старого жилья оно не считается вторым, и статус единственного жилья утрачивается. Пишите в комментариях, что вы об этом, обо всем думаете. Возможно, у вас тоже есть какие-либо подобные примеры. Буду рад вашим лайкам, подписке на канал. Увидимся в следующем видео. Пока-пока!